Павел Николаевич Грудинин Павел Николаевич Грудинин Я думаю, что у некоторых наших руководителей в преддверии выборов, о которых мы будем говорить сегодня, сложилось такое впечатление, что лучше не пускать Грудинин на эфир, чтобы он не мог искать свою позицию по многим вопросам, которые происходят сейчас в нашем районе. Поэтому, если можно, Вера, я вас сейчас попрошу, все-таки мы давайте эфир построим о жизни района, потому что это же капельная телевидение района, и, наверное, людей больше интересует все-таки, что происходит в районе. И мое отношение к нему. А вот про Госдуму могу сказать только одно. Действительно, закон о местном самоуправлении, я, кстати, в одной из статьи, который касался своих, требует... Вообще, что такое местная власть? Местная власть – это те люди, которые выбирают для того, чтобы она защищала интересы граждан. И с этой точки зрения закон, в принципе, правильный. То есть попытка законодателя и президента приблизить местную власть к народу, она, в общем, достаточно ясно выражена в этом законопроекте. Действительно, некоторые местные чиновники забыли давно, что они представляют себе местную власть, и к ним трудно попасть на прием, они вообще забыли о том, что нужно общаться с населением, и больше защищают интересы каких-то, знаете, коррумпированных, то есть, даже не коррумпированных, а таких коммерческих структур и интересы строительных организаций. А вообще, местная власть, по большому счету, должна думать о чем? О том, чтобы в домах было тепло, чтобы люди не платили бешеные деньги за коммунальные платежи, чтобы на дорогах было чисто, значит, мусор выводился своевременно. У нас, к сожалению, не только у нас, в районе, я имею в виду, но и у многих других, получился какой-то перекос. Местная власть стала заниматься совершенно несвойственным себе делом, заниматься коммерческой деятельностью. И поэтому попытка президента и думы сделать другой закон о местном самоправлении была направлена не на это. Другое дело, знаете, что, как-то, благими намерениями дорога в ад выставлена, говорят. Вот этот закон, он такой революционный. Мы же, если честно, стали арт-эволюцией. Нам нужна какая-то эволюция, постепенное, скажем, улучшение жизни, я имею в виду, постепенное улучшение того, чем мы недовольны. Закон сейчас во втором чтении существенно изменился. Там свыше 6 тысяч поправок. Вот я был на слушании в Госдуме. Московская областная дума направила туда где-то листов 5 своих замечательных предложений, и многие из них учтены. И где-то в середине июня будет второе чтение. А до этого, 10 июня, член депутатских фракций, потому что этот закон, в общем-то, является краегольным камнем вообще жизни, я думаю, что его значение не меньше, чем значение такого, например, закона, как жилищно-коммунальная реформа. И поэтому именно на 50 июня, на встрече с выделенной крупнейшей фракцией, президент будет обсуждать судьбу этого закона. Потому что это своего рода будет революция в сфере местного самоправления. А это коснется каждого жителя. А на ваш взгляд, вот вы сами являетесь сторонником или противником этого закона? Я сторонник того, что закон старый о местном самоправлении надо изменить. Но изменить нужно, не нужно менять хорошее, надо менять плохое. Надо четко ограничить главу местного самоправления в его действиях, направить эти действия на благо. Потому что, например, в этом законе, в новом, четко говорится, что глава не должен заниматься коммерческой деятельностью, а глава должен просто заниматься жилищно-коммунальными проблемами. Ну вот и вот это, кстати, большой плюс этого закона. Павел Николаевич, скажите, пожалуйста, о применительной к Ленинскому району. Как вообще может действовать этот закон? Ленинский район должен оставаться таким же вытянутым вдоль кольцевой дороги? Или же его необходимо разбить на несколько каких-то мелких частей, у которых будет свой бюджет, свое управление? В применительной к Ленинскому району могу сказать, что мы почему, скажем, спорили, оппонировали автором закона? Мы считаем, что каждый субъект федерации должен все-таки, то есть закон должен быть рамочным, он должен рассказывать об общих принципах, он так называется, об общих принципах организации местной власти на территории России. Ну там, РСФСР, значит, но закон получился очень прямого действия, очень детальным. И в соответствии с этим законом мы не можем варьировать. Знаете, где-то, например, можно согласиться с тем, что нужно 3000 жителей, чтобы было муниципальное образование. А где-то, может быть, этого и не нужно. И именно нам, субъектам федерации, то есть правительству, например, Московской областной думы, виднее, где оставить такую систему, а где другую. И поэтому мы писали в своих замечаниях, что дайте нам больше возможности на уровне субъекта менять вот эти вот положения закона, или, скажем, дайте вилку вот этот. Вот. Поэтому в данном виде, в котором закон был представлен, значит, получается, что где-то от 12 до 20 муниципальных образований будет на территории Ленинского района. Это не может устроить никого. Потому что большинство муниципальных образований такого типа будут дотационными. То есть у них не будет денег на то, чтобы выполнять те функции, которые предписаны законом. И мы, то есть область, должны будем им послать деньги. Вот. А нам хотелось бы другое, чтобы при нарезке этих вот муниципальных образований новых, мы учитывали финансовое положение конкретного муниципального образования. И резали так, чтобы все муниципальные образования, по возможности, конечно, были самодостаточными, чтобы у них были деньги на выполнение тех функций, которые будут прописаны законом. И основная логика критиков этого закона говорит о том, что вы сначала дайте деньги, покажите в налоговом и бюджетном кодексе, сколько денег будет у муниципального образования, чтобы оно могло выполнять свои полномочия. И тогда в этом случае, может быть, и закон в том виде и не нужен. Ведь самая большая проблема – это то, что мы говорим, что муниципалы должны то, другое, третье, а денег на это у них нет. Ну, кстати, наш район в этом отношении, надо сказать, имеет огромное преимущество. При всем при том, у нас огромный бюджет у нашего района. Значит, мы занимаем второе место по бюджету, только Мутичинский район нас обогнал в бюджете. Конечно, это не то время, когда был 1998-1999 год, когда мы вообще были первыми и недосягаемыми. То есть бюджет там трех следующих за нами районов, скажем, если сложить, то это был наш бюджет. Конечно, ситуация несколько изменилась, но это больше, наверное, проблемы именно местной власти, а не совсем правильно изучать политику свою. Но об этом можно позже поговорить. А вообще, мы достаточно богатые. То есть, если такое понятие у нас, у комитета по бюджету Московской областной думы, бюджетная обеспеченность, это означает, сколько на душу населения приходится бюджетных средств. Так вот, мы остаемся первыми в этом отношении. Другое дело, что я всегда говорю, богат не тот, кто много денег имеет, а тот, кто правильно их тратит. И поэтому, если правильно их тратить, то можно гораздо больше это сделать за меньшее количество денег. Вот об этом можно поговорить. Павел Николаевич, мне хотелось бы, да, еще некоторые насущные вопросы касательные думы с вами обсудить, а потом уже перейти к другим вопросам. В декабре предстоят выборы в Государственную думу, и уже сейчас многие действующие партии, будущие кандидаты активизировались. Расскажите, пожалуйста, вот вы в областной думе не являетесь членом никакой фракции, и почему это случилось, и чья позиция левых, правых или центристов, как их принято называть, вам ближе? Я вообще считаю, что в нашей области нет предметов для партийных споров. На самом деле дума областная, это не политика, а это прежде всего экономика. Хотя все время, если помните, был членом фракции единства. А потом ушел оттуда по одной простой причине, что эта партия, в принципе, Единая Россия, и фракция у нас, она создалась по номенклатурному принципу. Туда пошли все чиновники, в общем, люди, которые, скажем так, пытаются во власти решить свои проблемы. И я просто после того, как многие, знаете, скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Когда я посмотрел, кто в Единой России есть, у нас вот именно, в нашей Думе, что происходит с этой партией в районе, я просто вышел из этой партии, из этого блока. Но, с другой стороны, что я, вот если была партия здравого смысла, да, или партия, или фракция в Думе здравого смысла, то я бы точно был там. Это я вам сто процентов говорю. Пока мы такую фракцию не создали. Но у нас мы сейчас идем к тому, чтобы создать все-таки фракцию из независимых депутатов, которая бы доносила не мысли, там, Единой России, или там, СПС, у нас есть там фракция тоже, или там, если там что-то, такие, там у нас есть фракция Рост, вот, а именно мысли людей, которые вот живут и работают на земле. И вот именно избиратели говорят, что, товарищи, вот не надо увеличивать, например, расходы на государственную службу. Значит, чиновникам, как государственным, как муниципальным, нужно существенно урезать зарплату. Нечего, значит, им получать в 10 раз больше, чем врач, который тоже из бюджета получает. Вот, если мы такую фракцию создадим, вы не услышите. Павел Николаевич, а как Вы считаете, есть шансы попасть в Государственную Думу у нынешнего лидера партии пенсионеров, господина Зуева, который является собственником таких скандальных фирм, как Грант или Трикита? Может, Вы что-то знаете? Да, фирмы это не скандальные Гранты, Трикита. Другое дело, что Сергей Васильевич Зуев сейчас лишен депутатских полномочий, по-моему, решений Верховного Суда России. Значит, вообще, человек, который с помощью лжи, грязи и наветов прошел куда-то, значит, он не имеет права быть депутатом. Это я четко убежден. И, знаете, ситуацию не понаслышке, могу сказать, что если люди разберутся, а в конце концов они разберутся, то произойдет то, что произошло. Даже если он что-то выиграет, потом эти полномочия будут у него отняты. Хотя, могу сказать, что я почти уверен, что по нашему округу, по Одинцовскому району, будут более достойные кандидаты, и народ разберется. Помните, в прошлые выборы у нас Аверин такой проходил, да? Да. Ну, все, народ же разобрался, и он не попал в Думу. Хотя огромное количество денег было, так сказать, им направлено на избирательную кампанию. У Сергея Васильевича Зуева огромные финансовые средства. Но я надеюсь, что эти финансовые средства не позволят ему обмануть население. Кстати, вот выборы депутата об основе Думы, да? Смотря на то, что у моих соперников были просто сумасшедшие деньги, оказалось, что деньги не главное. Главное, это люди, люди, которые в тебя верят. Поэтому, ну, вряд ли, особенно в нашем районе, вряд ли, что Сергей Васильевич победит. Если, конечно, не произойдет там, не знаю, всемирного затмения. Павел Николаевич, от наших телезрителей начали уже поступать вопросы. Я в течение нашей беседы предлагаю вам ответить хотя бы на части из них. Вот первый вопрос. Как известно, нынешний депутат Госдумы Алкснес опять же собирается баллотироваться в Государственную Думу. Как вы оцениваете деятельность вашего коллеги в Ленинском районе? Вер, у нас очень мало времени. Деятельность коллеги Алкснеса я никак не оцениваю, потому что я ее не видел. Я просто ее не видел. Поэтому мне трудно оценивать то, чего я не знаю. Другое дело, что средства массовой информации, каренное телевидение, газеты «Видноские вести» очень мало внимания уделяют этому. Поэтому давайте к выборам вернемся, когда будут выборы. А сейчас по-другому поговорим. Хорошо. Вопрос касается Московской областной думы. Недавно прошел слух, что наши народные избранники в Московской областной думе получили в свое пользование новые иномарки. Всех избирал народ и, в общем-то, все равны. Но одним достались «Аудио А4», а другим «А6». Не внесло ли это какую-то деструктивность в процесс законотворчества? И что, если не секрет, досталось вам? Его секрета. Я еще один депутат, председатель Думы Арсаков. Отказались от этих иномарок. И мы эти иномарки просто не взяли. Остальные их взяли и ездят. Ну что же, это было их мнение. Я всегда выступал за то, чтобы депутат ездил на том же, на чем ездит его избиратель. И поэтому я был против этого решения. Но один в поле не воин. И сейчас большинство депутатов, даже, кстати, Сергей Васильевич Жив, в котором мы говорили, тоже получил эту иномарку. Все, кроме меня. Ну что я могу сказать? Это плохо. Это не красит депутатов. Надо быть экономным. И, кстати, при принятии бюджета и при принятии сметы Думы, я выступал, что нам нужно существенно снизить расходы на содержание Думы, прежде всего. Потому что мы не можем сказать ни правительству муниципалам, скажем так, вы приведите бюджет в соответствие. У нас уже около 10% бюджета уже уходит на содержание госслужащих. А это очень много. То есть ни в одной стране мира. Мы плодим чиновников. Но прежде всего надо начать с себя, с Думы. Я об этом говорил. И я единственный, кто голосовал против этого бюджета, в котором та сумма записана, о которой мы сейчас там говорим. Так что я могу честно сказать, я не взял машину и против всех этих богатств. Как вы знаете, я свою зарплату депутата перечисляю в детский дом молодая гвардия. Павел Николаевич, может быть мой вопрос покажется вам не совсем скромным. Но все-таки, чтобы поставить точку на всех машинах и депутатских привилегиях, скажите, пожалуйста, вот, наверное, на обслуживание этого автомобиля, который вам полагался, от которого вы отказались, предусмотрены какие-то средства на техобслуживание, на обеспечение этого автомобиля? Если не секрет, куда пошли эти средства? Это не секрет. В прошлом году я вообще эти деньги не получал по одной простой причине, что считаю это невозможным. А вот в этом году мы сделали проще. Знаете, как мы решили так. Мы все эти деньги получаем в совхоз, а потом направляем на благотворительную помощь. И вот как это случилось с той ярмаркой, о которой мы говорили, в районе проводится ярмарка, и деньги, компенсации мы направили ветеранам войны, инвалидам, военному обществу инвалидов и в Центр Вера. То же самое происходит и с этими деньгами. Получая их в кассу совхоза, мы потом направляем их на благотворительную помощь. И вот в прошлом году, если не соврать, естественно, с деньгами совхоза эта помощь оставила почти 2 миллиона рублей. То есть мы помогаем, по-моему, всем социально не обеспеченным, незащищенным словам населения. Так и здесь мы тоже направляем эти деньги, либо в детский дом, молодая гвардия, либо вот там сейчас храму помогли, у них там горе, в острове сгорел иконостас. Ну и там многое, многое делаем, что исходите, я вам расскажу. Обязательно. Но прежде вопрос от телезрительницы Натальи с улицы Школьная. Она просит обратить ваше внимание на образование в районе. Ужасное положение в дошкольных и школьных учреждениях. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, потому что некоторые детские сады в очень хорошем состоянии. Может быть, это какие-то конкретные случаи. Дело в том, что депутаты, они же люди, которые пишут закон. Естественно, основной закон – это бюджет Московской области. Принимая бюджет, мы свыше 20% направлены на образование. А как депутат Грузии, могу сказать, что по наказам избирателей, вот сейчас пришли деньги в район для покупки двух автобусов для школ нашего города. Значит, еще мы там оплатили резограф из, опять же, средств, которые положены депутатам. И я понимаю, что образованию нужно помогать. Потому что если ты, скажем так, вложил, как это, знаете, как говорят, деньги нужно сыпать в мозги, тогда, во-первых, у тебя их не отнимут, а во-вторых, это дает самые большие доходы у государства от людей, которые, скажем так, несут в себе интеллектуальную собственность. И чем больше у нас будет грамотных умных, тем больше будет статус России в мире. Это же понятно. Поэтому чем больше депутат на образование, тем лучше будем жить. А как Вы оцените состояние здравоохранения в Ленинском районе? Интересуется Ирина Семенова у нас с ПЛК. Вы знаете, правду, да? Ну, как во всей Московской области. Значит, единственное, что, вот если принято к нашему району, могу сказать, что мне кажется, что, может быть, не стоило строить такой дорогой морг и красивый, да? Может быть, деньги все-таки нужно было направить на живых. Но это уже мнение местной администрации. А что касается вообще ситуации здравоохранения, ну, конечно, грустно то, что говорил министр здравоохранения на вот правительственном часе, встрече правительства области с районом. Потому что у нас, к сожалению, пока меньше наполняемость вот квартирами, чем в среднем по области. Мне бы хотелось, конечно, чтобы больше денег тратилось именно на закупку медицинского оборудования. Мы говорим все время о том, что нужно приступать к ремонту нашего из больницы. Я думаю, что это возможно сделать и не за счет областного бюджета, и не за счет местного. То есть нужно переспределить деньги в основном бюджете и тогда, можно сказать, вот места, а в эти больницы, по больнице, по школам и больницам можно судить, как жизнь в районе и как правильно районная власть распределяет денежные средства. Пока в больнице какой-то грустный вид такой, вот уже недавно у меня лежали родственники, я ходил. Нужно после денег больше потратить на, скажем так, ремонт, на оформление и на содержание больничного оборудования. Ну это все. Павел Николаевич, ну я думаю, что содержание образовательных и медицинских учреждений общая главная боль для всей Московской области. Как вы думаете, вот ежегодное выступление Путина перед Федеральным собранием, может быть, вы внимательно его слушали? Какие-нибудь, есть позитивные моменты именно для Московской области его выступления? То есть в обращении президента к Федеральному собранию никакого деления на области не было, вы понимаете. Да, это было общее, скажем так, программное заявление президента. Там были поставлены определенные задачи. Ну, слава Богу, если мы их достигнем. К сожалению, могу сказать, что мы не лично как депутату, а может быть просто как простому человеку, который слушал Вадима Владимировича, а я бы помню, был его доверенным лицом на тех выборах, хотелось бы больше конкретики. Хотелось бы более конкретно знать, что, какие сроки ждет нас на этом пути. Потому что, понимаете, можно много говорить о том, что нужно сделать, нужно сделать. Но хотелось бы слышать, во-первых, что сделано уже, да, вот что такое административная реформа и как она будет проведена. Или, например, если контрактная армия, то когда, в какие сроки и когда вообще, скажем так, прекратится вот это вот безобразие, которое творится сейчас в армии. Поэтому, ну, прекрасное с точки зрения, скажем так, идеологии, выдержанное, скажем так, заявление Владимира Владимировича, хотелось бы, чтобы подкреплялось делами. Вот и все. Следующий вопрос от телезрительницы Марии Сотниковой. Помогите нам, мы не хотим, чтобы перевозили рынок из города в Ростаргуево. Очень популярный вопрос. Да, я могу сказать, что, если мне сейчас дадут возможность говорить, да, а не отвечать на вопросы, я могу рассказать. Но вот по конкретному этому вопросу я как депутат получил заявление, где 53 подписи. И я считаю, что вообще вот районные власти как-то вот не совсем правильно себя ведут. Дело в том, что вообще по идеологии местная власть должна защищать интересы людей. И вообще все такого типа вопросы, типа переноса рынка, строительство какого-то объекта, они должны сначала проходить вот это всенародное обсуждение. Не путем референдума, а путем просто опроса, да. И нужно опросить граждан, а то у нас именем народа делаются такие вещи, которые народ потом просто не воспринимает. Вот недавно генеральный план, я там опять получил заявление, то есть факел садового, вдруг они 500 человек, которые имеют участки вот вставистый факел, опять пишут письма, что как же так, наше мнение не было учтено, в генеральном плане развития нет факела. Там весьма этажная застройка, действительно это так, но мы же все прекрасно понимаем, что жители нашего района не смогут построить коттеджи. Значит, это опять для кого-то. Это кто-то приедет, купит эту землю, построит там коттеджи. Ну, от этого лучше жителей района не будет. Так может быть, все-таки стоило присмотреть в генеральном плане вот это садовое товарищество, чтобы люди, которые там получили землю 9 лет назад, получили в конце концов свидетельство, и ее обрабатывали совершенно спокойно. А вот местной власти нужно озаботиться вот такими проблемами. Зачем переносить рынок, если нужно просто улучшить там внешний вид, построить крытый рынок, и на тех же условиях дать возможность одним людям зарабатывать рядом с домом, а другим людям покупать более дешевые товары. И на самом деле нужно провести просто опрос. И после этого опроса станет ясно, сколько там. Если 90% граждан, горожан наших не хотят переноса рынка, не нужно этим заниматься. Это, я думаю, такая вот вещь. Очень много вопросов, касающихся коммунальных платежей. Землевладельцы деревни Терычева обеспокоены своим положением. Давайте про коммунальные платежи. Коммунальные платежи это исключительно проблема муниципальной власти, района. Если район, вот знаете, вы как хозяйка, значит, вы делаете бюджет своей семьи. И вот, например, вы в бюджете семьи имеете 100 рублей, можете 90 рублей потратить на косметику, а 10 на еду. И вы будете голодным, да? А вот если вы правильно сформите бюджет, у вас хватит денег, в общем-то, на все. Хотя, может быть, меньше будет проблем. То есть, купить эту помаду, которую хотите. Тут то же самое. Бюджет и район явно перекос в сторону строительства. Мы кратим огромные деньги на генпланы, которые, кстати, никогда не будут реализованы, пока не при этой жизни. Строим огромные деньги на строительство жилья, которые на самом деле других районов, таких как Матищинский, Одинцовский, Троицкий и других, значит, при том же количестве строительства, деньги местные, муниципальные не отвлекаются, а эти деньги нужно направлять на ЖКХ. И тогда тарифная ставка существенно изменится, уменьшится. Значит, я неоднократно об этом говорил в главе района, что на самом деле нечего за счет избирателей, за счет жителей, значит, вроде как поддерживать жилищно-коммунальное хозяйство. Есть другой механизм, которым, кстати, многие пользуются. Надо из районного бюджета отправить деньги на компенсации по теплу, газу, ну, в общем, как это делают многие. Потому что тариф на самом деле утверждает сам район, ему никто его не утверждает. Мы сейчас озаботились этой проблемой в Думе и все-таки хотим заставить муниципальное образование не просто втихую принимать свои тарифы, а утверждать их через аналитическую комиссию. Такой яркий пример приведу. Я же директор совхоза. Мы не подняли тариф для ПТО городского хозяйства. Ну, вот уже два месяца мы работаем по старому тарифу. А они уже подняли тариф для жителей. Я звоню, например, чиновникам администрации и говорю, на каком основании вы подняли тариф хотя бы в совхозе Ленина? Мы же вам не поднимали цену. У них просто сверхприбыль и все, и больше ничего. Поэтому вот этим нужно озаботиться. Павел Николаевич, очень популярный вопрос. Ваше мнение к событиям, происходящим в колхозе Владимира Ильича. Сергей, ПЛК. Ну, вообще проблема колхоза Владимира Ильича, это глубокая проблема. Начиналась она как раз с прихода новой администрации района. Дело в том, что колхоз не всегда обрестал финансовыми доказателями, особенно последние несколько лет. И единственной его поддержкой был район. И, как вы помните, последнюю поддержку не только колхоза Владимира Ильича, но и многие северные предприятия, все практически получили, при Василии Юрьевичу Голубеву, когда нам компенсировали затраты на газ. И после того, как пришла новая администрация, поддержка сельскому хозяйству вообще прекратилась. Мало того, звездятые земли, раньше нам доплатили деньги, вот при Василии Юрьевича, а сейчас просто прекратили заниматься. И, кстати, колхоз встал в чужом финансовом положении. Потом Сергей Сергеевич пришел в колхоз Ленина, предложил нам поучаствовать в судьбе колхоза Владимира Ильича, мы согласились. Он выступал на общем собрании. Потом вдруг изменил свое мнение. Сказал, что вроде бы как мы отказываем в этом, сами будем поднимать колхоз. Потом опять ничего не сделал. Через полтора года администрация рано привела туда инвесторов. Потом же она сама этим инвесторам отказала. Потом сказала, что это будет муниципальное предприятие. Но люди, запутанные вот этими действиями администрации, ну, в общем-то, приняли сейчас другое решение. Могу сказать, что если эти инвесторы, которые пришли, будут вкладывать деньги в производство, нужно их поддерживать. И нечего тут скандалить. А если они хотят, скажем так, изменить целевое назначение земли, то для этого есть огромное количество способов, чтобы им помешать. Вот и все. Павел Николаевич, у нас в прямом эфире осталось буквально полторы минуты. Многие телезрители, я скажу только об одном, Борис Иванович, очень беспокоятся, говорят, что на вас недавно напали и даже ограбили. Правда ли это? Значит, давайте так ответим на этот вопрос. Мне бы не хотелось комментировать свою частную жизнь, но могу сказать, что в последнее время со стороны различных чиновников, значит, бывает попытки запугать вроде бы как директора сархоза, депутата областной думы. Я всегда был, скажем так, настроен на работу на благо населения Ленинского района. И чтобы не делали, не пугали меня, не рассказывали, что я кому-то дорогу перешел, я буду делать все для того, чтобы жителям Ленинского района было лучше жить. Вот и все. И меня никто не запугает. В заключении, наши телезрители интересуются о вашем отпуске, говорят, вы ездили за границу, если ездили, то по каким делам? И еще, сотрудники школы номер один хотят поблагодарить вас за все добрые дела, желаю здоровья и удачи. Вы прокомментируете вопрос об отпуске? Да, конечно. Во-первых, мне хотелось бы все-таки сказать, что люди, которые готовят вам вопросы, а я же вижу, какие вопросы поступают по телевизору, а какие вам готовят, они на самом деле думают, что пытаются меня поставить в нелегкое положение, но им это не удастся, потому что я все, что делаю, все достаточно гласно и открыто. Действительно, на 4 дня я в составе делегации Московской области ездил в Словакию. И действительно, мы там встречались с Братиславским краем, у нас там дружеские отношения начинают, и обсуждали проблемы, связанные с общими действиями на благо Московской области и Братиславского края. Да, это была командировка, но могу сказать, что это обошлось очень дешево думе, потому что принимающей стороной была Братислава, и они все оплачивали сами. Большое спасибо за то, что вы пришли к нам сегодня в эфир, я очень надеюсь, что у вас будет возможность посетить нас и еще раз, и еще, и еще. Я, у меня такая просьба, последнее слово даже осужденному на Кальпе, да? Да, только очень прошу вас, как можно короче. Да, я, короче, да. Значит, я, конечно, благодарен, прежде всего, Кальпе на телевидении, студии Кальпе на телевидении, что вы меня не всегда пригласили. Я надеюсь, что мы будем, как и раньше, встречаться раз в два месяца, хотя некоторые чиновники администрации не хотят этого, но я думаю, что право депутата, и оно, кстати, отражено в законе о статусе депутата, позволяет мне требовать этого. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время право еще раз выступить, тем более, что я все-таки не выступил с отчетом депутата, вот учитывая то, что огромное количество вопросов. И наше общение говорит о том, что мне нам чаще вас появляться. Поэтому спасибо вам большое, надеюсь, что в ближайшее время мы еще раз встретимся, и благодарю всех избирателей, которые меня сегодня смотрели. Спасибо большое. На этом позвольте, уважаемые телезрители, с вами попрощаться. Напоминаю, что сегодня в гостях в нашем прямом эфире был депутат Московской областной думы Павел Николаевич Круденин. А студия Кабельного телевидения на этом не заканчивает свою работу, но заканчивает работу в прямом эфире. До встречи на следующей неделе. До свидания. Продолжение следует...